Всем привет, ребят! С вами Лего, и сегодня мы поговорим о трёх частей карт Метро. В общем-то, игра Метро Эксодус или Метро Исход разделены на три большие локации. Сегодня мы в ролике постараемся, ребят, посмотреть на каждую из карт и разобрать какие-то плюсы или минусы, потому что я уже игруль-то прошёл, стримить мы её, конечно же, будем, и расскажу свои впечатления. В общем-то, начинает так, что показывается мир постапокалипсиса, и мы, в общем, отправляемся в подземелье, открываем люк, сползаем, и тут начинается самое интересное. То есть здесь идут кадры, получается, из настоящего геймплея, из игры прохождения, и начинается такой первый эффект вау, типа вах, что ли, где ты смотришь текстуры, ты смотришь, как у тебя на лице маска, там поломанные стёкла, даже можно протирать. Да, это всё было в метро, но я не знаю, может быть, и как бы этих бы отличий не было, но я запустил игру на 2080 Ti и поставил RTX. Почему-то RTX в опциях постоянно убирался, но вручную ставил, и всё было нормально. Так вот, одна из немаловажных фишек, это то, что Артём берёт зажигалку и сжигает паутину или паутину. По-моему, в игре всегда паутины, ничего нету другого. То есть паутина вас тормозит, и вам нужно открыть зажигалку и спалить паутину. Эта фишка будет во всей игре, полностью во всей игре, она вас не будет отпускать. Как только у вас будут какие-то подземелья, какие-то проходы, у вас будет постоянно требоваться зажигалка. Но её можно не использовать, то есть идти по паутине и не прожигать её. Также прикольная такая фишка, когда я её увидел первый раз в метро. Она, конечно, мелочная, но всё равно прикольная. То, что на тебе всякие лазят пулки по рукам, по голове могут пробежаться. Ты с ними ничего не можешь сделать, они скриптованные. Но всё равно это добавляет такую чуточку шарма, чуточку постапокалипсис, что ли, или хоррора даже. То, что по тебе ползает какой-то паук, постоянно хочет с тобой что-то сделать. Ещё немаловажный факт — это лутинг. В игре появился лутинг и апгрейдинг. То есть мы можем находить различные детали к вашему оружию. Мы его можем грейдить. Убирать старые части, ставить новые. То есть если вы там нашли какой-то магазин, то он больше будет вмещать патронов или какой-то ствол, который будет давать больше урона или лучший прицел. То есть теперь это такая игра. Кстати, первая карта, забегу вперёд, очень сильно глобальная, я имею в виду, очень сильно похожа на сталкер. Вы реально, когда будете играть в метро, первая карта вам очень сильно понравится. И я бы вам, ребят, сказал не торопиться и не убегать от этой карты. То есть исследовать её полностью, потому что, ну, эта карта реально интересная. Так вот, насчёт на тему апгрейда вы будете находить всякие баллоны кислородные различные. А, и система лутинга делится на два типа. То есть механический лутинг и что-то по типу микстуры к воды. То есть за воду вы можете там чистить своё оружие. Чем чище ваше оружие, тем лучше оно работает. А механические структуры, за них вы можете делать патроны, аптечки, кислородный баллон. И всё, в принципе. А то, что по апгрейдам, вы только это можете найти. Вы не можете скрафтить себе дуло, вы не можете себе скрафтить какой-то прицел, сайленсер, допустим, то есть глушитель. Вам тупо это всё нужно находить. Поэтому моя рекомендация, ребят, это просто проходить сайд-квесты, которые вам дают. Но есть интересные сайд-квесты, которые, допустим, принести девочке и мишку, вы приносите, и ничего не происходит. То есть тут нет такой системы, что вы должны что-то принести, необязательного плана, да, и вы и вам должны сразу отблагодарить и что-то дать. Нет. В этой игре вообще такого нет. То есть если вы принесли, допустим, какому-то персонажу гитару, да, то следующая локация начинается с поезда, вы сидите, и с человеком с этим вы можете просто вместе на пару, на гитаре что-нибудь сыграть. Ну и, естественно, девочка, которой вы там принесёте какую-то тоже, какую-то игрушку, она будет рада. А в остальном, в принципе, ничего вам такого не дадут. Вы сами должны находить. Ну, по что? По монстрам первая локация самая лучшая. А потом идёт вторая локация. Второй локации чуть позже. В первой локации, в принципе, вы полностью встречаетесь со своей командой, а Анна ваша девушка, и вы пытаетесь уйти, вы пытаетесь захватить Аврору. Это ваш, получается, ну, такой типа поезда, что ли, и идти уже в Освояси, и искать, я просто не буду вам говорить полностью сюжет, зачем это неинтересно, и искать уже выход. Сюжет очень сильно... Я просто от себя ещё, кстати, говорю. Я думаю, что это намного интереснее. Сюжет очень сильно заковеркан в плане того, что вы сначала думали об одной информации, там оказалась вторая информация, третья, четвёртая. Вот так вот потихоньку вы её узнаёте и понимаете, что ё-моё, в первые две части все люди думали, что метровые одни, а тут-то цинк, и не будет дальше спойлера. В общем-то, первая локация, давайте вкратце, она очень интересная по сюжету вам, и она вам очень сильно напомнит ребят Сталкера, прям очень сильно. То есть, если вы любитель Сталкера, то в метро хотя бы, когда вы поиграете, вам очень сильно понравится. Следующая локация, про которую я могу говорить, это вторая большая локация. Вы узнаете их название в моих роликах по прохождению. Ну, могу сказать, что это Каспий. Каспий — это пустынная карта, в которую вы приезжаете, и здесь есть главный персонаж, против которого вы будете вести переговоры, и его зовут Барон. В этой локации также всё круто, как и в первой. У вас есть большая карта, на которой вы ходите, находите новые оружия, находите ещё новые оружия. Кстати, забыл сказать, что в первой части вы найдёте очень интересную штуку, которая вам понравится. Во второй части вы находите очень много новых оружий, и самое интересное, ребят, самое интересное, что если в первой части вы плавали на лодке, то во второй части вы находите самую настоящую буханку, то есть УАЗик Службы Спасения, по-моему. А нет, аварийный УАЗик, который был и есть в наши времена. УАЗик, я имею в виду буханка, которая аварийная, и она, конечно, немножко не в хорошем состоянии, но, по крайней мере, вы находите ключи и по карте, по всей гоняете. Заправлять, к сожалению, её нельзя, но всё равно у вас будет такой эффект вау, что вы играете в метро и управляете автомобилем. Хотя есть много фанатов, которым это не понравилось. Они хотели бы видеть метро, именно подвальное метро, чтобы и был смысл ходить по метро. Ребят, напишите, пожалуйста, своё мнение, что вы думаете по этому поводу. Очень сильно интересно как бы почитать, потому что я-то и группа проходил, и потом вы, когда захотите её пройти, чтобы рассказали тоже, ну, может, вы не хотите, наоборот, её пройти, и хотелось бы послушать, почему. Может быть, наоборот, хотите пройти и что-то спросить. Ещё что. Есть, конечно же, такие вещи, как смена погоды. То есть, если в первой карте у вас там может просто идти лютый дождик, да, то во второй части у вас может идти такая пустынка, что ли, или как её назвать, пустынная буря, где ни хрена ничего не видно, и ты там наваливаешь на уазики, и кого-то сбиваешь, они там пытаются какие-то ловушки сделать, монстров тоже фигаришь, они растекаются на твоём лобовом стекле. Короче, это офигенное ощущение. И самое прикольное, что в второй карте это такая штука, как есть очень там интересное подземелье, в котором вы почувствуете такой хоррор-тайм с пауками. Ладно, переходим к третьей карте. Третья карта уже делается в традиционном стиле метро. Она уже будет просто как бы быть открытой, но при этом она будет, ну, как в метро, то есть линейная. Вот вы идёте снизу вверх, вы и идёте. И встречаетесь уже с таким интересным лесным поселением и бандитами. И там у вас открывается первая миссия. Это глобальная миссия на часа два. Это у вас тупо всё в стелс-режиме. Ну, конечно же, я, Легас, прошёл всё это дело с бухты-барахты где-то вообще... Я даже не понял, что это стелс-карты. И вначале я пытался всех убить. Вам даётся тупый арбалет, который вы потом обгрыживаете. Он может потом стрелять по две стрелы, сначала по одной. Реально прикольно. И вам сначала там говорят, что... Типа мы лесные люди. Там девчонка вас спасает. А есть бандиты. И бывают такие моменты, что ты можешь бандита убить и с лесными чуваками воюешь. А также ещё и попадаются волки и какие-то мутанты-лоси. А потом, ребят, вы встречаете очень калорийного персонажа под названием Медведь. Вот это жёсткая тема на самом деле. Ну что, я думаю, что спойлерить-то полностью я вам ничего не буду. Я, по сути-то, вам ничего и не распойлерил. Просто рассказал как бы расплывчато, как всё это есть. Поэтому, что я думаю теперь от себя расскажу. Я думаю, что в метро определённо стоит поиграть. Во-первых, мне понравился видео составляющий игры. Мне очень сильно понравились вот эти вот озвучки. То есть всё такое живое. Знаете, у меня бывало три раза в игре метро такая вещь, что я просто стоял в вагоне и не понимал. Думал, это заставка. На самом деле, эта игра я мог управлять персонажем. Серьёзно говорю. Я три раза так попался. Ещё было то, что я подходил разговаривать с генералом в одном месте. И он просто рассказывал мне какую-то историю. Потом спрашивал у другого чувака. Они вместе с ним разговаривали. Потом говорили, Артём, у меня что-то спрашивали. А я это всё записываю на летсплей. И понимаю, что ну не может же быть так долго диалоги слушать. То есть я сидел на летсплее на записи. Слушал их разговоры. Пытался вам не мешать, что вы тоже слушали. И понимаете, я думал, что этот разговор, он как бы идёт заложено. То есть я должен стоять и слушать. А на самом деле, там очень много таких моментов, где я просто не должен стоять. Я могу просто уйти, заюзать карту и отправиться дальше в путешествие. Или просто выйти, то голоса пропадают. Ещё очень интересно, что если вы с напарником идёте, то есть вот по звуку здесь просто шикардос. Если вы с напарником, допустим, Дамиром идёте на какую-то вылазку по миссии, то, допустим, когда вы с ним разговариваете прям лицом к лицу, у вас идёт настоящий живой голос. Как только вы отходите там на метров 10, у вас включается микрофонный радиоголос. Как будто бы вы общаетесь, ну не как будто бы так, если вы общаетесь по наушникам. Это очень тоже прикольно, когда ты подходишь к живой голосу, отходишь и сразу радиоголос. Ещё я попался на одном моменте в какой-то бухте тоже сидел чувак, разговаривал со мной. Говорил, хочешь выпить, потом типа покури со мной. Там есть такие мини-кнопочки, в которых можно принимать действия, как и курить, можно и выпить с ним, и типа на балалайке долбануть. Он просто тебе рассказывает историю, потом спрашивает у тебя, а твой персонаж постоянно молчит. То есть так интересно сделано, что когда с тобой разговаривают, ты сам можешь про себя отвечать, и это будет именно твоим ответом, понимаете? Так сделали персонажи Артём. Если что-то у вас спрашивают или что-то вам говорят, то Артём никогда не отвечает. То есть вы как бы заведомо сами пытаетесь, ну, как-то объяснить, ответить им на вопросы. То есть как сами вы хотите. Вы не выбираете, как в какой-то RPG или ещё где-то какие-то там варианты ответа, что ответить. Он просто молчит. Вы сами как-то у себя в голове отвечаете на их вопросы. Это тоже какая-то странная интересная фишка, но в целом она потом ничего не даёт. Ты просто забываешь и просто сидишь и слушаешь. Что ещё, что ещё? Я надеюсь обязательно, что по метро будут какие-то дальнейшие DLC. Очень хотелось бы видеть такую игру только в стилистике Сталкера. Почему бы не сделать реально какую-то DLC-ветку? Потому что у них первая карта, я считаю, первая карта очень сильно получилась. Там есть и различные аномалии, которые летают. Они реально уничтожают монстров, они уничтожают бандитов. Вот такая электрическая сфера. Можно найти где-то Хабарчик. Но, к сожалению, здесь Хабарчик, он подсвечивается заданием ваших товарищей. Но я так пока сильно карту не обходил. Я хотел на стриме вместе с вами запуститься, проходить и уже тщательно попробовать подследовать. Потому что всяко в игре есть пасхалки. А как раз таки в пасхалках, наверное, там вся соль есть. Потому что я помню, если в игре Сталкер, можно было просто ходить по всей карте и находить много чего. Здесь тоже практически все открывается. Практически в каждую щель можно зайти. И самое прикольное, что миссию можно пройти по-разному. Допустим, стелс-миссия. Вы видите перед собой ворота, дерево и на дереве канат. Вы можете забраться по канату. А потом всех перебили там и выходите где-то через подвал. Потом такой думаете, блин, это же я обратно возвращаюсь. Где канат? Там, оказывается, был проход через подвал. Я мог зайти через подвал. А можно в наглую было зайти через главные ворота. То есть как-то вот так вот. И я проходил на сложности нормал. На самом деле вначале было легко, а потом очень сложно. Потом опять легко, потом что-то сложновато. То есть сложность как-то странно выбрана для меня лично. Непонятно. Я хотел бы на стриме попробовать сыграть на тяжелой сложности. В принципе, по игре, я думаю, все. Единственное, наверное, недовольство, что мне кажется, железо нужно хорошее, чтобы это все дело пошло. Ну и в целом, ребят, я вас жду всех 15-го числа с утра и 14-го числа в 00.00. Мы запустим серию стримов и будем играть вместе с вами. Ну что, а с вами был Легас. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. В общем-то, с вами было такое общение. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok